Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Стрельба на авангардной улице. Расширь что ли, он стрелял, все он. Казань приходит в себя после ночной перестрелки пьяного мужчины с ОМОНом. Сколько было жертв и что известно о дебошире, об этом Ромен Шайдолин. Достижения и поручения. Вы приходите вот сюда, да, слушаете? А что вы сами сделали? Чем нужно заняться казанским властям, узнал Дмитрий Аринин. Тепло повеяло. Сейчас не дует тепло. Заменили 18 окон. Как поменялась температура в детском садике Мемдель у Альбины Минебаевой. Особенности национальной охоты и рыбалки. Ожидание страха, что он на тебя выскочит и что ты будешь делать, а стрелять, ведь это же животное. Как обстоят дела с биологическими ресурсами в республике, узнал Слават Мухаммадулян. Думали, война началась. Жители 187-го дома по улице Авангардная с содроганием вспоминают события прошлой ночи. Вчера их сосед устроил в подъезде пальбу из дробовика. В результате две смерти и раненые. Наши корреспонденты работали на месте события. Почему мужчина взялся за ружье? Как действовали силовики? И что видели местные жители? Об этом Рамиль Шайдулин. Действительно, как война началась. Жители вспоминают эту страшную ночь. Мирный вечер прервали звуки выстрелов. Как потом выяснится, это мужчина пытался прорваться в одну из квартир. И жители вызвали полицию. Начался штурм. Снова хлопки. Из дома выносят раненых. Позже окажется, что были и убитые. Вот они последствия вчерашней ночи. На стенах следы от дроби минимум от двух. В выстрелах, по данным МВД, мужчина шел в конкретную квартиру этажом выше. Но тут подоспел ОМОН. При задержании от рук дебошира с ружьем погиб ОМОНовец Денис Иванченко. Уже в карете скорой помощи. У него остались жена и трое детей. Вы можете уйти отсюда, нет? Нет, мы просто точно не в детском разговариваем. Ну не надо видеть. Мы думали, кто-то здесь из полиции. Все, все, отойдите крю от двери. Не нужно здесь разговаривать, здесь куча детей. Сегодня дверь в эту квартиру сняли с петель. Внутри супруга стрелка и ее дети. По материалам МВД именно к ним направлялся мужчина. Там он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратили за помощью в полицию. Прибывшим на месте сотрудником 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление. На спецоперацию были брошены главные силовики республики. В числе командующих замминистра татарстанского МВД Рафаил Гельманов, глава татарстанской Росгвардии Рустем Гумеров, замначальника следкома Марат Зарипов. Вокруг дома эшелоны спецназа. Мне кажется, раз шесть что ли он стрелялся. Ну вот выстрелит, потом опять выстрелит и вот это. Мы думали, кто-то на лево заслал что ли, засущает. Мы понимали, что мы заряжали, убежали. Вот на шестом этаже сидел, перезаряжал. Все, мы побежали, вот он стрелять начал. Стрелком оказался 36-летний Александр Петров. Накануне происшествия он вышел из изолятора. Его тогда задержали на 10 суток за бытовой дебош. А минувшей ночью полицейские в его квартире нашли и личный охотничий арсенал. Дробовики, боеприпасы. С одним из таких же орудий он направился на свою последнюю охоту. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Торстан возбуждено уголовное дело по статьям посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, а также убийства. Проводят следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Словом, еще не все соседи поняли, кто все это устроил. Если одни называют его знатным дебоширом, другие говорят, что впервые его видят, и никто из запрошенных не знал о том, что к ним наведывался охотник. Так хранил ли Петров оружие для охоты, выясняет следствие. Рамиль Шайдурен, Андрес Антальцев, ТНВ, Казань. Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иванченко будет представлен в государственной награде. Боец ОМОНа не дожил две недели до своего 39-летия. У него остались жена и трое маленьких детей. Душа компании, надежные товарищи, прекрасный певец. Так о нем говорят коллеги. Каким еще запомнится Денис Иванченко, Лина Зинатолина. Пел о родине, о службе, о нас. Сослуживцы запомнят Дениса Иванченко не только боевым товарищем, надежным другом, но и разносторонней личностью. Под суровым обмундированием спортсмен, певец, семьянин. Если на службе, то на передовой. Если на отдыхе, то в центре внимания. Десять дней назад на празднике, на свадьбе гуляли, песни пел. Душа компания зажигал. До последнего не верили просто. Просто не верили. До сегодняшнего дня. Пока на работу не пришли, официально не сказали. В каждом подразделении ведомства в память о Денисе Иванченко сегодня минута молчания. Цветы, венки, свечи и только добрые воспоминания товарища. На службе в МВД он с 2006-го в ОМОН последние пять лет. Вот и накануне обычная дежурная смена. Он был абсолютно спокоен. Мы выезжали вместе на упражнения. Общались мы с ним, шутили. У Дениса Иванченко осталась жена и трое детей. Самый старший пошел в первый класс. Маленькому нет и трех лет. Росгвардия окажет в семье потерявшей мужа и отца всестороннюю помощь. Решается вопрос о выделении им квартиры. Со стороны всего лично стал ОМОН, от себя лично, соболезную, жене, матери. Большая утрата для нас, честно говоря. 15 марта должно было ему 39 лет исполниться. Не дожил две недели до дня рождения. И буквально три дня до отпуска, в котором собирался навестить родителей. Трагический случай оборвал жизнь полную планов и надежд. На настоящей мужской службе знают, каждый день может стать последним. Но говорить об этом не принято, ведь опасность лишь часть долга. Дениса Иванченко похоронят завтра на Самасыровском кладбище. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Букет весенних цветов, подарки и слова пожелания крепкого здоровья со 100-летним юбилеем поздравил сегодня президент Татарстана Рустам Иниханов, жительницу Казани Евдокию Солдатову. Она родилась в деревне Березовка Лаишевского района в многодетной семье. И сама сохранила семейные традиции, родила пятерых детей. Во время Великой Отечественной работала на швейной фабрике, на пенсию ушла с предприятия пищевой промышленности. Сейчас живет с семьей своей правнучки. За праздничным столом президенту рассказали, что скоро Евдокия Михайловна станет прапрабабушкой во второй раз. Президент России вас поздравляет. Путина поздравляет. Это от меня. Это президент Республики Татарстан. Долгих лет жизни, чтобы она всегда была рядом с нами и радовала вас. На президента надейся, но и сам неплошая. Рустамя Неханов сегодня раскритиковал казанских депутатов за пассивность и призвал их не только просить деньги у правительства республики, но и самим искать средства и решать проблемы своих территорий. О том, что было сделано в Казани в прошлом году, обсуждали сегодня на итоговой сессии. Каким показателем радовался мэр и что поручил президент Дмитрий Аринин? Показатели городской экономики говорят о стабильности практически по всем направлениям. И многие казанские показатели, как сообщил мэр, превосходят успехи других российских городов-миллионников. Так, валовый территориальный продукт достиг почти 690 миллиардов рублей. Из-за таких успехов не раз звучали аплодисменты президенту республики. Благодаря активному участию в федеральных программах и поддержках республики Казань занимает первое место среди городов-миллионников по числу детсадов, школ, больниц, спортивных и культурных объектов, построенных за 10 лет. За эту таблицу отдельные слова благодарности и аплодисменты. Спасибо. В 2017-м в Казани построили более 900 тысяч квадратных метров жилья. Для оманутых дольщиков сдали 6 домов, но, как заметил Рустам Мениханов, здесь предстоит еще большая работа. Даже если мы по 1300 квартир будем вводить, а такую задачу, нам необходимо 4 года, чтобы решить эту проблему. 4 года. Люди ждут. В свою очередь депутаты попросили активнее заниматься освещением казанских поселков и ремонтом детских площадок. Нельзя ли включить вот этот вид работ в капитальный ремонт? На это Рустам Мениханов заметил, не стоит полагаться только на помощь бюджета. И сами депутаты должны решать проблемы своих территорий. Когда власти избирали, говорили, что вы будете заботиться о ваших территориях. Вот давайте, поработайте с предпринимателями, с предприятиями. Вы не до того, чтобы сюда пришли, поаплодировали, какой у нас мир хороший, президент там хороший. Вы приходите вот сюда, да, слушаете. А что вы сами сделали? Многие, многие, многие что делают? А некоторые простые, опять пассажиры. Поэтому, чтобы пассажиров было меньше, депутаты должны делать активно работать. Опрошенные нами депутаты слова президента встретили с воодушевлением. Воодушевили, поддержали. Позитивный настрой. На такую созидательную, конструктивную работу. Надеемся, и в этом году, в этом направлении будет усилено наше действие. Оценка ситуации и предложений есть и у горожан. Пол вообще отлично, замечательно, мне даже очень нравится. Особенно летом красиво становится. Не стоят на месте, постоянно что-то строят, что-то реставрируют. В целом хорошо, но хотелось, конечно, еще лучше. Чтобы в целом стало лучше, казанским властям нужно лучше работать. Президент поручил более тщательно поддерживать малый и средний бизнес и больше встречаться с людьми и помогать им в решении вопросов. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Телевизор, кондиционер, вай-фай и камера видеонаблюдения с трансляцией в кабину водителя. На казанские маршруты сегодня выехали трамваи и троллейбусы нового поколения. Три остановки проехал и президент республики. И отметил, мы будем работать в интересах людей, которые ездят на общественном транспорте. Нияз Рахман о том, где можно согреться зимой и спрятаться от зной летом. Теплый, раньше тепла не было, а сейчас теплые, они четыре печи в салоне. Тепло, комфортно и все на автоматюре. Ворочихина за рулем троллейбуса уже 42 года управляла разными машинами. Это лучшее, что когда-либо видела. В комфортабельной, конечно, рулевой автомат. Это очень хороший, это же автомат, это ничего не надо, никуда трогать. Кабашиться не надо, ничего не надо, все на месте стоит. Все есть, камеры, все, вай-фай стоит, тут никогда такого не было. Чуть позже к ней в троллейбус сел первый сегодня пассажир. Президент Утарастана приехал оценить новый автопарк и вышел в прямой эфир в Инстаграм. В кадр попал Ирумя Ворочикина. В онлайн зрители узнали, здесь билеты уходят в прошлое, а на подходе валидаторы нового образца. Раньше они отрывали билеты, а сейчас уже кассовый билет. Кассовый, чек будет. Ставпали маршруты президента некоторых казанцев. Пока ехали, совместно оценили появившееся удобство. А вы знаете, что у вас президент в одном троллейбусе едете? Нет. Очень прям все изменилось, все чисто, тепло, очень комфортно. В 2017 году в Казани почти полностью обновился троллейбустый парк. В феврале завершили поставку еще 15 машин, приобрели и 10 современных трамваев. Современный, очень комфортный. Есть все возможности там и для интернета, и телевизора, и все остальное. Я считаю, что нам необходимо поднимать культуру общественного транспорта. Обновление на этой партии не закончится. Я надеюсь, что к чемпионату мира еще будет обновление, еще будет запутка трамвая. Надеюсь, что в этом году мы еще все трамваи обновим, все трамваи будут новые. Так что удивляться пассажиру еще будут. Ведь теперь здесь в салоне видеокамера, телевизор все транслируется в кабину водителя. Летом работает кондиционер, а зимой теплее, чем в машине. Тепло, главное, зимой особенно, чем по сравнению с предыдущими трамваями, когда дверь плотно не закрывается, сквозит, ужасно холодно. А тут они быстро передвигаются. Естественный ход легче, это вообще прекрасно. Трамвай это прекрасно. Лишь бы только интервал у них был нормальный. Табло на троллейбусе меняет свет в зависимости от уличной освещенности. Это специально для людей с ослабленным зрением. Площадки троллейбуса оборудованы пандусами. Доступная среда для всех категорий граждан. Незр Ахман, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В садике деревни Мемдель повеяло тепло. В дошкольном учреждении полностью обновили окна. Вместо ветхих теперь новые. Напомним, в январе столбики термометра в помещениях не поднимались выше 16 градусов. Сотрудники утепляли окна, накрывая их полиэтиленом и одеялами. После проверки прокуратура вынесла предписание. Альбина Минебаева о теплых переменах. Зебры из полоски, есть полосочные биты. На лбу, в ушах, на жереном морде. Подвижные игры в садике деревни Мемдель пока дело привычки. Больше недели назад дети сменили дресс-код. Вместо курток, футболки, валенок, сандалики. Тепло. Что надеваешь? Шелки. Месяц назад мы ходили в куртках, кофтах, теплых одеждах. А сейчас мы ходим в футболках. В декабре и январе столбики термометра в помещениях дошкольного учреждения опустились до 11 градусов. Ветхие окна практически не держали тепло. Сотрудники утепляли их как могли. Тряпками, потом полиэтиленом. И скотчем еще тряпку закрыли. Мы все сделали. Я больше ничего не могу сделать. После выхода нашего сюжета прокуратура Высокогорского района начала проверку. Вынесли предписание заменить окна. Их обновили. Услышали наши слова и ваши услышали слова в районе. Спасибо всем. Сейчас в спальной комнате по-настоящему светло. Если несколько недель назад окна были обтянуты полиэтиленом и одеялом, чтобы здесь хоть как-то было теплее, после замены окон помещение и так нагревается до 28 градусов. Обновление 18 окон исполкома Высокогорского района обошлось почти в 300 тысяч рублей. На очереди работа помасштабнее. Заменить окна самой школе. Постараемся в этом году внести его в ремонт в школу. Постараемся заменить трубы. Может на следующий год получится и заменить трубы и окна. 5 марта я должна предоставить в исполком все эти документы по отопительной системе и по этим окнам. Поэтому в школе тоже ждут температурных перемен, чтобы и ученики могли заниматься в комфорте. Альбина Минибайла, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Высокогорский район. В Салават-Купере сдали, пожалуй, один из самых долгожданных домов. 12-4. Это последняя высотка 12-го квартала и 18-й по счету дом микрорайона. Большая часть новоселов – участники программы социепотеки, а также врачи-грантополучатели, жители аварийных домов, ветераны Великой Отечественной. Всего 255 семей. Очень рады, очень довольны, очень светло, просторно. Эмоции переполняет. В первую очередь хотелось бы детскую сделать, потому что у старшего сына прям мечтаю, чтобы своя комната была. Это новости на ТНВ и далее в программе. Особенности национальной охоты и рыбалки. Ожидание страха, что он на тебя выскочит, и что ты будешь делать, а стрелять, ведь это же животное. Как обстоят дела с биологическими ресурсами в республике, узнал Слава Тухмадулян. У нас в автомобиле газ, а у вас? Шина работает лучше, чем на бензине. Почему-то торстанские автолюбители стали переходить на газ в два с половиной раза чаще, узнал Сергей Хайдаров. Сельское хозяйство, химия, фармацевтика и судостроение – перспективные направления для сотрудничества между Татарстаном и Бангладеш. Об этом сказал чрезвычайный полномочный посол Бангладеш в России Сайфул Хок на встрече с Рустамом Менихановым. Товароборот между республиками – 40 миллионов долларов. Мы придаем огромное значение развитию сотрудничества в рамках российско-бангладешских отношений, заявил Рустам Мениханов. Фарид Мухаммедшин прибыл в Москву с двухдневным визитом. Глава парламента Татарстана принял участие в заседании Совета Федерации. После он встретился с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым. С ним Фарид Мухаммедшин обсудил вопросы подготовки республиканского форума сторонников партии «Единая Россия». Сегодня также планируется ряд встреч с руководством Госдумы. Косули, лоси и куропатки размножаются. Состояние фауны сегодня оценили на коллегии Госкомитета Республики по биологическим ресурсам. Вместе с ростом популяции участились случаи браконьерства. Только за прошлый год на нарушителей завели 21 уголовное дело. Острой проблемой участники совещания назвали и продажу охотничьих билетов. Больше половины лимитов не освоены. Об особенностях охоты и рыбалки Слават Мухаммедуллин. Обитатели лесов республики под одним павильоном. Вот бурый медведь. Рядом с ним словно позируют на камеру волк. А здесь уже кролики ютятся вместе с фазанами. Нам есть чем похвастаться, но это лишь часть экспозиции. Остальная территория посвящена как раз охоте на животных и, конечно, зимней и летней рыбалке. В основном мы стараемся подвигать спортивную рыбалку. Под Утина и Кря-Кря из свистков сюда съехались рыболовы и охотники со всей страны. Мы увидим через камеру, как рыба видит наш гламурный цвет. Вот смотрите, розовый цвет. А теперь посмотрите, что... Анатолий Федоров из Санкт-Петербурга в этом бизнесе 26 лет. Он уже как рыба в воде. В Казань любителям судака он привез диск-джик. Зеленый, он немножко по-другому смотрится, по большому счету. Вот смотрите, а вот он зеленый. Видите, а он наоборот фиолетовый. Отработать приемы закидки, приодеться к летнему сезону, пополнить боевой арсенал. Экспозиция «Рай для охотников и рыболовов». Среди 10 тысяч ее участников мы заметили и главного егеря страны, Кузьмича, из фильмов «Особенности национальной охоты и рыбалки». На самом деле, поймаешь ты или подстрелишь, это еще вопрос. А то, что ты душу очищаешь, как в фильме нашем говорят, это правда. А там интересные люди бывают. Врут, конечно, почти 99%. Он на меня, я в него, он упал. В особенностях именно татарстанской охоты и рыбалки детально уже обсуждали на коллегии Госкомитета по биологическим ресурсам. Популяции лосей, косуль, кабанов растут. Способствуют этому и сами охотники. Практически половина охотничьих билетов не реализуется. И тут возникают вопросы к охотопользователям. И правильная подготовка проведения охот. И если еще хуже, это искусственные ограничения. Мы видим, что отдельные пользователи не выдают разрешение на охоту, а используют предоставленную территорию только в своих интересах. Уважаемые охотопользователи, не забывайтесь. Если дичи пока в избытке, то вот рыбам приходится искусственно создавать свободное плавание. Только в прошлом году изъято 360 тысяч метров браконьерских сетей. В помощь подводным нерестилище стерляди и устье реки Меша. Необходимо отработать вопрос ликвидации в республике незаконных скупщиков браконьерской речной рыбы. И особое внимание уделить скоплению таковых лиц. Последние случаи это подтверждают в населенном пункте. Теперь под особым контролем не только животные лесов, но и обитатели рек. Охрана заказников задача, которая должна уменьшить число нарушителей. Словат Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Завтра ожидается главное политическое событие года. В полдень Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к федеральному собранию. Вся политическая и общественная элита страны соберется в большом манеже Москвы. В числе участников президент Рустам Яниханов, председатель госсовета Фарид Мухаммедшин, татарстанские депутаты Госдумы и представители ОНФ из регионов. Какие ожидания от послания Дина Газалиева? Впервые за всю историю этого мероприятия послание президента федеральному собранию пройдет оно не за кремлевской стеной в торжественном георгиевском зале, а в выставочном центре Манеж. Сейчас здесь круглосуточно идет подготовительная работа. По словам организаторов, такая резкая смена декораций для обращения президента обусловлена тем, что будет большое количество гостей и нужно использовать новые мультимедийные технологии. В историческом здании Кремля это невозможно. Для официальных лиц оборудован новый дополнительный проход, смонтированы пункты досмотра. Только журналистов международных и федеральных СМИ ожидается больше 700. Это послание президента, завершающее его текущий президентский срок. По мнению экспертов, станет своего рода подведением итогов сделанного. Но главное, и это тоже мнение политологов, то, что Владимир Путин обозначит новые цели и ориентиры в развитии страны. Это будет послание, которое будет отличаться от обычных. Во-первых, оно происходит в период активной избирательной кампании. Шесть лет назад были подписаны так называемые майские указы президента. Касались они разных сфер, в том числе условий труда и оплаты сотрудников в бюджетной сфере. Больше миллиона человек расселено. Это повышение производительности труда, увеличение высокотехнологичных рабочих мест, переоснащение армии. Сейчас эксперты прогнозируют тоже основные посылы, которые прозвучат в речи президента завтра, могут быть оформлены в новые майские указы. И коснутся малоимущих и незащищенных слоев населения, усиления социальной помощи со стороны государства. Первая ласточка, так называемый демографический пакет Путина. То, что текст послания Владимира Путина совпадет с его программой, как кандидаты на пост президента страны, говорят и политологи, и эксперты. А то, что впервые за много лет изменилась площадка и формат мероприятия, даже дата, не в конце года, а весной, сигнал того, что обращение Владимира Путина состоится не только к элите, а ко всему российскому обществу. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Татарстанцы стали чаще переводить свое авто на газ, причем в 2,5 раза. Только в прошлом году свои транспортные средства переоборудовали 326 автолюбителей. Сегодня журналистам рассказали об итогах республиканской программы развития рынка газомоторного топлива. За пять лет существования из татарстанского бюджета выделили 75 миллионов рублей. Автолюбители получают субсидию не только на покупку газа, но и на установку необходимого оборудования. По словам экспертов, разрабатывается проект по переводу на голубое топливо и сельхозтехники. Подробный репортаж смотрите в новостях в 21.30. Президентский прием. Сегодня спортсмены-олимпийцы встретились с Владимиром Путиным, где традиционно они получают госнаграды, а по окончании встречи чемпионы и призеры, еще и автомобили. У Татарстана четыре медали Олимпиады. На встрече республику представили лыжник Андрей Ларьков, лыжница Анна Нечаевская, фигуристка Евгения Тарасова. Кроме того, в Кремле и победительница Олимпиады фигуристка Алина Загитова, народной молвы, прозванная татарской принцессой. Что было на встрече? Рамин Шайдулин. Я вас поздравляю и Алину, и Женю. Они вернулись и привезли победу. Это призеры и победители Олимпиады. В российской копилке два золота, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Четыре медали у татарстанцев. Дорогого стоят и успехи наших лыжников. Награды взяты совсем молодыми спортсменами. Это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире. Как зарабатывалось олимпийское золото, в России смотрели целыми городами. Вот так, например, в Удмуртии выступление Алины Загитовой. В сети известной как «Татарская принцесса», начинавшей еще в Ольметьевске. Я играл в Ольметьевске, и купили с женой коньки, и поставили на лед, приехали в Ижевск, и здесь начала заниматься уже более серьезно. А ее первый серьезный тренер теперь тренирует уже Сабину Загитову, сестренку олимпийской чемпионки. Загитова-младшая выкладывается по полной, чтобы стать чемпионкой как сестра. Не все получается гладко, но ведь и Алина не сразу грезила Олимпиадой. К этому подталкивала мама. Года за три она уже, мама об этом сказала, но это было как шутка, я думаю. Но вот кто знал, что так произойдет. Выход без флагов, 13-е место в командном зачете. Олимпиаду называют белой из-за цвета нейтральной формы и самой сложной из-за давления, но поддерживали земляки и фанаты. Один из них Айрат Зиганшин, вне триумфа, был непосредственно в Пхенчхане. У нас эмоции переполняли, были гордо, что мы из республики, что у нас есть такие спортсмены, такие герои, которые участвуют, доказывают своим трудом, что они являются лучшими в мире. Спустя годы они в Кремле. 46 российских атлетов сегодня получили награды от первого лица государства. Зеленодолец Андрей Ларьков, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Алина Загитова, Орден дружбы. Плюс известно, что медалистам вручат ключи от новеньких кроссоверов. Рамин Шайдулин, ТНВ, Ижевск, Казань, Буинский район, Москва. А вечерний эфир продолжит программа Вызов 112, а сейчас прогноз погоды. Я же не прощаюсь, увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Вернулись красиво. Игроки Акбарса после длительной паузы на своей площадке переиграли торпеды и досрочно заняли первое место в конференции. Теперь осталось узнать соперника по первому раунду плей-офф. Игра против торпеда проходила под знаком ретро. Ровно 20 лет назад Акбар завоевал первое чемпионство в России. В этом сезоне задачи Акбарса прежние. Практически с первого тура команда взяла на себя роль лидера конференции. И до последнего смогла сохранить первую строчку. Нижегородцы также попали под раздачу. Акбарс пропустил лишь во втором периоде. Итоговый счет в пользу Казани 5-2. Последний тур станет для Акбарса формальностью. Но сама игра против Салавата Юлаева будет принципиальной. Зеленый дерби еще никто не отменял. Волейболистки «Динамо Казань» завершили групповой этап Лиги чемпионов. В заключительном туре девушки принимали болгарскую марицу. Встреча не имела никакого турнирного значения для обеих команд. Это означало, что они не беспокоятся за результат и могут порадовать публику красивым волейболом. Лишь только во второй партии чемпионки Болгарии смогли оказать достойное сопротивление. Итоговый счет по партиям 3-1 в пользу хозяек. 3 марта наша команда на выезде играет с Сахалином. Они просто взяли свой верх, вот именно эмоциональный настрой. И может быть из-за этого нам чуть было потруднее именно во вторую партию, в которой мы проиграли. Может не дожали, может где-то расслабились. И в завершении лыжи спортсменка из Нижнекамска заняла второе место на Кубке России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Архангельской области. Он приурочен к альтернативным соревнованиям лыжников, не допущенных к Олимпиаде. Поэтому состав участников подобрался сильный. На старт вышли такие звезды лыжного спорта, как Наталья Матвеева, Сергей Устюгов, Александр Легков и другие. Мастер спорта международного класса Диляра Соберзянова из Нижнекамского клуба «Нефтехимик» заняла второе место. Серебряную медаль она завоевала в командном спринте свободным стилем в паре с другой спортсменкой из республики Жанной Муравьевой. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Ночи в республике по-прежнему довольно морозные, а вот дневные температуры постепенно начинают повышаться. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана будет ясно и до 11 градусов мороза. На северо-востоке республики ожидается переменная облачность и до 12 градусов ниже нуля. На севере Татарстана облачно с прояснениями. Местами ожидается снег. Там температура воздуха составит минус 9 градусов. На северо-западе ожидается переменная облачность. Местами снег и до 12 градусов мороза. На юго-западе республики ясно, но местами возможен снег. Там температура воздуха составит минус 13 градусов. В центре Татарстана малооблачно. Местами снег и до 11 градусов ниже нуля. В последующие сутки температура в республике продолжит повышаться, и местами ожидаются осадки. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. ГРК Татарской усадьбы находится в памятнике архитектуры второй половины XIX века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. В Казани в предстоящие сутки будет ясно и около 14 градусов мороза. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитная польза беспокойная. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok